В прошлом году произошло множество изменений, которые непосредственно повлияют на нашу жизнь в последующем. Так продолжается процесс совершенствования налогового администрирования. В частности, предусмотрен целый пакет льгот и преференций, снижается НДС. О том, что нас ожидает в этом плане в 2023-м, расскажет наш корреспондент. Прежде всего, изменения будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности путем недопущения превышения дефицита бюджета более чем на 3% КБВП. Расскажем о ключевых нововведениях. Что касается НДС, с 2023 года предусматривается снижение налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость с 15% до 12%. По словам специалистов, это важное событие в сфере налоговой политики. И вот почему. Хотелось бы отметить, что это второе снижение ставки данного налога за последние 5 лет. Это стало результатом проводимых последние годы работ в области налогового администрирования по внедрению цифровых технологий, новых современных инструментов администрирования, которые позволили повысить собираемость налогов и создать необходимые условия для снижения ставки налога. Такое решение позволит оставить в распоряжении бизнеса дополнительно 14 триллионов сумм оборотных средств, а также вести более гибкую ценовую политику. 3% значит для нас экономию больших средств. Например, на нашем предприятии по выпуску бройлеров мы можем повысить мощности на 20-25%. В этом году мы планируем построить еще 4 птицефабрики. Это поможет обеспечить продовольственную безопасность. Все это результаты тех реформ в налоговой политике, которые начал глава государства. Еще один немаловажный момент, он касается унификации ставок налога с оборота, установив для всех категорий налогоплательщиков единую ставку в размере 4%. При этом будут сохранены налоговые ставки для предприятий, расположенных в трудодоступных и горных районах. Предпринимателям с оборота при сумме совокупного дохода от реализации товаров или услуг не более 500 миллионов сумм, могут предоставить право уплачивать налог в фиксированном размере 20 миллионов сумм в год равными долями ежемесячно, а при сумме совокупного дохода от реализации товаров свыше 500 миллионов сумм, соответственно, 30 миллионов сумм в год равными долями ежемесячно. То есть данную категорию налогоплательщиков предлагается освободить от представления финансовой и налоговой отчетности по налогу с оборота, а также введение бухгалтерского и налогового учета для уплаты этого налога. Данная практика в Узбекистане ранее не действовала. Для налогоплательщиков это отличная новость. Давайте теперь поговорим о налоге на прибыль. И тут есть ряд преимуществ для представителей бизнес-кругов. Для налогоплательщиков налога с оборотов, впервые перешедших на уплату налога на прибыль НДС и у которых доходы не превышают 10 миллиардов, в течение одного года смогут применять пониженную ставку налога на прибыль. Если на сегодняшний день общая ставка налога составляет 15%, то они смогут уплачивать данный налог по ставке 7,5%. В случае, если доходы этого предприятия превысят 10 миллиардов, но не достигнут 100 миллиардов, то они еще дополнительно в последующие два года также смогут применять эту пониженную ставку. Если говорить о других изменениях, то для сельскохозяйственных предприятий вводится два срока уплаты налога за использование водными ресурсами. До 1 октября 70%, а до 15 декабря оставшаяся сумма налога. Предлагается также смягчить использование требования о погашении налоговой задолженности, чтобы минимизировать риск прекращения деятельности предприятия. Теперь, если компания или же ИП не погатила долг в течение 60 календарных дней, ранее это было 30, со дня получения ими требования о погашении налоговой задолженности, налоговые органы обращают в изыскание на имущество налогоплательщика. Наряду с этим следует отметить отдельные меры, которые направлены на поддержку экспортеров. В частности, в рамках нового закона отменяется минимальный размер доходов от экспорта, который позволяет налогоплательщикам воспользоваться нулевой ставкой по налогу на прибыль. Например, если по старым правилам, чтобы воспользоваться данной ставкой, доходы от экспорта налогоплательщика должны были составлять минимум 15% от совокупного дохода. На сегодняшний день этот лимит отменен, и теперь, вне зависимости от объема экспорта, налогоплательщики, у которых есть экспорт товаров и услуг, смогут воспользоваться нулевой ставкой по налогу на прибыль. Предусмотренная цель очень проста и очень важна – упростить взаимодействие налоговиков и предпринимателей, а также обеспечение стабильной макроэкономической ситуации в стране.